Ребята неплохо бахают. Так, заканчивается у нас период АП. Опять же, напомню, 8-34 играет против команды ХХ Юнайтед. И вот, вот, вот игра уже на подходе. Ну и начнем мы с команды 834 из Польши. Фей играет у нас на Снайфе. Дабл-Джи на Дарксире. К Джастер на Личе. На Герокоптере будет играть у нас Кейзер. Ну и на Тускаре. Нет, не на Тускаре, кого я забыл. Забыл я, наверное... Да, на Тускаре Вейзер играет у нас. Все, вроде бы, всех назвал. Всех, 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 всех назвал. Отлично, это у нас поляки. Ну и что же касается команды ХХ Юнайтед. Это у нас европейская команда, Которая много личностей играла. Таких знаменитых, кого я могу вспомнить. Майт Контрол катал за эту команду когда-то. В свою молодость. Но есть, конечно же, два товарища, Которые неизменно, неизменно просто остаются в ростере постоянно. Это, конечно же, Нихец, который играет у нас на Ио. На Тине будет катать у нас Аурвандил. Ярим на Джиггернауте. Хва. Еще одна персона, которая неизменно появляется у нас в составе ХХ Юнайтед. И на Найге будет катать у нас СТН. Так вот, Нихец, Хва самые такие вообще бомбилы команды ХХ Юнайтед. Вот, всех они кикают, всех они берут. Но вот, как-то, как-то собрать состав, который будет бахать, Постоянно и не изменяться. Вот, что-то от них не получается. К сожалению. Так бы, неплохо бы себя показывали. Но, стоит отметить, что команда ХХ Юнайтед в 12-м сезоне прошла до плей-офф части, но потерпела... Начинали, ребята, с нижней сеточки по старости мироведения. Ну и, если не ошибаюсь, один матч они выиграли, со второго вроде бы слетели. Да, было такое дело, но вот... Наверное, давайте-давайте закругляться с командами. Я так много говорил, и... Тут дота началась. Я даже не знаю, на что разорваться больше. Ну что ж, Герокоптер стоит у нас на ботами против Виномансера. В лесу тут уже напрягает у нас Андайн. Андайн качал себе, видим, Дикей. Очень много продевает, ребята. Я его полсолба уже потерял у нас Андайн. Приходит сюда с Гейлем. У нас Виномансер. Ну и останавливает атаку у нас поляков. На центре противостояние у нас Тинни против СФ. У СФ она в Хелпе находится у нас Лич. По кулдауну там использует свой Сакрифайс. Сжирает крипочков. Тем самым меньше Тинни достается, тех самых крипов. А сверху видим Дарксира, который стоит у нас против Ио и против Джиггернаута. Но опять же Ио, наверное, сейчас оттянется в центр быстрее всего. Помогает Тинни. Хотя, опять же, посмотрим, как оно будет на самом деле. Видим Дарксирте крипов от Вилпа Тауэр. Сейчас получит себе уже третий левел. Конечно же, уже задачу большую Дарксир вынес, я скажу вам точно. Опять же, очень мы любим пропускать ферзлады, но вот это не исключение. Хотел сказать, что очень любят команды напрягать как раз оффлейнеров. Тут же, видимо, такого у нас нету. Видим, Джиггер стоит у нас в соло. Абсолютно как-то ребята забыли про оффлейн товарища. Ну вот оффлейн товарищ начинает сейчас неплохо накидывать Сайншелла. Но, опять же, у Джиггера есть Блейдфьюри, с помощью которого он, конечно же, может уйти. Может, возможно, дать какой-то ответ. У Фея проблема. Есть Тос у нас на Ио. Пытается разменяться у нас с СФчик. Один Шадоу Рай сдал, но тут все же, наверное, погибнет еще один Шадоу Райс. Нет, все же погибает у нас СФчик и Тинни тоже забирает у нас товарища Тускар. В таверну в итоге 2-1 ставим. Со счет у нас матча в пользу поляков из команды 834 или 834. Опять же, что-то не подумал я у ребят спросить, почему именно такое название. Что оно значит, но есть у меня догадки, что просто ничего. Как любят делать некоторые команды, тоже интересные такие названия. А вот на самом деле оно просто ничего не значит. Именно так. Ну что же, видим проблему Герокоптера. Очень много всего у нас Крисер получает в лицо. Ну и тут Сноубол закатывается у нас на Виномантера. Очень много дамажа по Виномантеру, минус Виномантер, забирает его Тускар. Ну и дальше накидывают у нас по Андаингу. Но Андаинг, конечно же, 2 Дикея, плюс Тангус еще работающий. Это вообще зло. Тут, конечно же, тяжело бороться с этим. Так, ну потихоньку видим, захватывают доминацию у нас в центре ее Плюстини. Хотя по Крипстату так не скажешь, но вот по передвижениям, видим, СФа есть такое дело. Есть такое дело. Стоит тут вардицкий от команды Дайер. Вначале поставил это все у нас дело. Андаинг, чтобы, опять же, оттуда никаких не было для СФа. Но, 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 но тут есть лич, который тоже... Ой, ты совух. Боже. Боже, 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 что с тобой, совух? Фия, опять же, накрывает то самое. В итоге, опять же, погибает у нас СФчик. Так, гирокоптер, видим, тэп-аут сделал. Был под гирем. Опять же, был выход на него. Ну, вот, видим, телепорт сделал. После чего неплохо ушел. Помахал след, ребята. Ну, да, там еще тамба оставилась. Короче говоря, там полный запак был. По того самого гирокоптера. Програли его с линии. Есть время получать экспириенс, подавивать крипов беспроблемно. Ну, и чем, ребята, и пользуются из команды Хэйнайтед на ботами. Так, СФчик, СФчик, СФчик. Пятый левел имеет. А тут что, ребята? Тут что? Ага. Ну, пришел сделать, опять же, пробовать оттуда делать. Объяснять мидеру, что не очень. Но, кажется, наверное, не очень будет, потому что там все-таки стоит вард. Ну, уже нормально. Нет. Гризли просто. Стоит, опять же, вард. Должен понять, у нас лич это все дело. Хотя, видим, с интрижки имеет у нас лич. Поэтому, наверное, сейчас поймет и раздевардит данный спаун. Так, как дела у нас сверху? Сверху пятый левел уже у Даксира. Пятый левел уже у Джаггера. Шестой быстрее получит у нас, наверное, быстрее. А, нет. Подождите. Одинаковое количество эксперименса. Но, опять же, у Джаггера должен появляться у мне слэш. После чего должен какой-то плюс один приходить. И должны этого Даксира рубать просто на части. По всей стратегии, которую я знаю, что когда появляется алтимейт у мейнкерри, должен этот алтимейт сразу же залетать у нас в оффлейн товарища. Который стоит, конечно же, в соло. И помочь как-то будет очень-очень сложно. Ну вот, что-то наоборот у нас получается. Блэйд Фьюри у нас связает Джаггер. Шестой левел получает. Он мне слэш. Есть! И вот он мне слэш в использовании. Минус один. Вот Джаггера и минус два. Объясняет, что не так уж и прост. Он в забирании, в погибании. И поэтому, видим, все очень грамотно, на наш взгляд, продемонстрировал нам. Опять же, там оставалось совсем чуть-чуть до шестого. Не знаю, что ребята так пошли сразу же. Но вот что-то, возможно, не поняли. Что такой исход возможен. Герокоптер левел 5. Ну и выход идет именно на него. Будет пытаться сделать, наверное, тп-аут. Хотя телепорт имеется. Но что-то решил подраться. В итоге погибает. Вот так вот. 5-3. 5-3. Выходит вперед у нас европейская команда. Есть у нас фрозбласт по тени. Тени. Есть ноутбол тоже по нему. Закрыли шардами. Тос назад. Ну и Shadow Rise залетает. От СФ-а. В итоге СФ-чики забирают его с самого тени. Ну и... Делает первый фраг для себя. Тем временем приходит у нас ИО. И спиритами просто уничтожает одного. Находит и второго. Ну и с руки неплохо набивают нас. Никес. Ну и спиритами, спиритами нет. Не находит. Не находит саппорта. Команды 8-34. Ну и Vexor почти-почти-почти все же. Закрыл там ИО, но... Опять же спасается тизером у нас ИО. Сместо событий. Джагер. У нас умер на топе каким-то образом. Пропустил я данный фраг. И Виномансер убил Герокоптера еще. Черт. Очень много фрагов у нас произошло в итоге. 6-7. Счет у нас матча. Но все равно по-прежнему. Впереди у нас... Команда Хэйнайт. Джагер. Опять же сверху. Видим... Таким вот образом просто убивает те самые Айншеллы. Вот Дарксера, которые он навешивает на крипов. Навесил на себя у нас Айншелл. И Солл Ринг. Поэтому опять же... Если надо будет, Мана еще... Делает на крипа. У нас... Дубликат. Дубликат. Тем временем. Он Дайнг вместе с Ю у нас просто по лесам шастают. Видим. Формят очень-очень здорово. Шестой уже появился у Нихеса. Но вот будет использовать или нет... Ну, пока что не ясно. СФ он находит у нас в чужом лесу. А тем временем уничтожает у нас Виномансера. Ну да. Тут Гайбу и вышли. Особо ничего, наверное, было показывать. Бедный Виномансер хотел выжить, но... Не дали, ребята. Тем временем приходит у нас Тинни наверх. Заливает Ману. Неплохую Ману задевает. У нас для Тинни Ио. Ну и готовы заходить по Тауру. Именно сейчас это и происходит. Ну и... Полетел у нас Сноубол на Ио. И у нас уничтожили Тос. Тинни в итоге шарами закрывает нас Тинни. Тинни должны тоже у нас убивать. Нет абсолютно Ману Тинни. Тинни пытается уйти. Цепанули еще и Андайн. Гандайн. Го-йо-йо. И сколько ДиКейф-то висит на нем. Но вот с помощью них именно бил у нас Герокоптера. Идущего вперед. А вот почему-то не захотел идти вперед в Дарксир. Что-то не понимаю почему. Но вот мог, конечно же, забрать у нас того самого Антайнга. Несмотря на большое количество коллспольнтов у него. Опять же, там я иншал 4-го лавела. Там просто зло творится с любым героем в данной стадии игры. Собирается у нас потихонечку Миказм у Дарксира. Видимо, Герокоптер у нас перешел наверх. Ну вот, будет пытаться именно тут фармить. Фармить ему, ну, очень-очень надо. Видимо, всего лишь 30 крипов у него есть. У Джаггера 50. Ну и не дают фармить, а Герокоптер выход на него. Дает перед смертью на скулдаун. Заходит сюда у нас Тускар. Но Тускар не решился как-то атаковать. Что-то он сразу же понял, что ему тут тапки светят. Если он начнет использовать какие-то способности. Это, конечно же, не круто. Так, стоит тамба у нас под Т1. И, видимо, никто не хочет просто идти на эту тамбу. Очень она противная. Ну да, тут еще Змейками окружает все это дело. Виномайнсер постоянно в напряжении держит данную линию. Вот еще нашли у нас Дарксера. Конечно же, вообще не круто. На ботами все у нас стоит. Так, тут ребята у нас что-то собираются-собираются. Возможно, что-то у нас еще и ребята сделают. Ее у нас фармить уже и леса, видим. Но сейчас будут пытаться, конечно же, уйти. А есть тут Тинни. Да, пошел тизер у нас по Тинни. Сноубол от Тускара. Залетает очень далеко. Есть шарды по Нихису. Нихис. Может у нас сильно просесть? Да, Варлус Панч. Минус у нас. Ее дальше налетает на скулдаун. У Тинни. Тинни. Тинни должен уходить. Кстати говоря, 2000 уже у Тинни. Блинк уже будет совсем скоро у него. Это значит, что нас ждет еще больше фрагов от него. И, конечно же, больше каким-то файтов. Больше, больше файтов должно быть. Придаст это ему больше мобильности. Ну и, конечно же, будет впрыгивать. Будет разрывать всю команду. Наверное, 8-3-4. Хотя, хотя, могу я ошибаться, конечно же. Посмотрим, что нас ждет. Подбирает у нас Инвиз Джайгер. Отправляется вперед. На поиске жертвы. У меня слэш него имеется. 1200 сверху. Ну вот. Заходят, ребята, на центр. Выгизор очень агрессивно действует. Тут и погибает. Пошел у нас Чайник от Лича. Есть тут Блэйд Фьюри. Чайник от Джайгернаута. Как же больно тут СФ. У СФ нас погибает. Останавливает немножко у нас товарищей. Прыгивает вперед. У нас Нихи с Тиней. Есть Тосик. А попадает на Нептос к уличу. Ну и засыпает у нас Тиней. Эволенджем. Своего оппонента. 13-9. 13-9. Поляки что-то смотрятся очень-очень ужасно. Абсолютно ничего у них не получается. Но вот чем дальше, тем хуже и хуже для них. Они могут уже как-то собраться, как-то куда-то пойти. И что-то как-то ответить своим оппонентам. Какой-то очень сильной агрессией. Ну. Тиней. С Дабл Дэмэдж. Да. Это был Гирокоптер. Сверху убили у нас Джаггера. Притягивается у нас Нихис к репу. Вызор в итоге 200 хп остается у него. Ну и ее Нихис идет вперед. Идет вперед атаковать. Спириты полетят. Раскручены. Но все же не достает до своего оппонента. Минус у нас Т1 на ботами. Минус Т1 на центре. И минус Т1 на сверху. Без Т1 стороны остаются у нас ребята из Польши. Ну. Дальше сражаются. Дальше сражаются. Хва выходит у нас на СФ. СФчик и СФчик. Решают, что до Амулет встать. Но там дальше нету никакой атаки, видимо. Да. Ну опять же, матч очень важен для команды из Польши. Если ребята хотят дальше проходить, обязательно им надо было выигрывать со счетом 2-0. Но тут же надо надеяться, наверное, уже ребятам на счет 1-1. И как нельзя все-таки проигрывать им 0-2. Конечно же, будут тапки. Тамба работает. Тамбу и Билли. СФ! Давай же Рэквиум! Рэквиум кастуется! Ну и вот он взлетает всего лишь у нас по Андаингу. Есть новую бот от Ускара. Забирают у нас уже Андаинга. Ну и за виновантером отправляются ребята. Как же СФ на ноги просто выступает. Но тут ног, к сожалению, нету. Но вот все же наступает. Наступает за спину. Начинает нарезать у нас ХВА. ХВА на развороте еще может вард поставить и уйти. Именно так он и делает. Перед собой ставит вард. И дальше не уйдет у нас СФ. Опять же, понимать, там замедление будет. Там уже никак не догнать своего оппонента. Вейлов в Дискор покупает у нас ХВА на вином Ансере. Готовит это все под поиск новую, которая будет. Которая будет, да. Пока что он без нее играет. Тини, видимо, 1600. Было 1900. Но опять же, любили у нас Тинника. В итоге, будем быстро себя перекупил. Так, девятый левел. У нас Нихес на Ио. Очень-очень смотрится по-монстрски. На этом товарище. Справляется со всеми. Ну что же, ожидают своих оппонентов у нас в командах United. На центре пытаются все же они кого-то подловить. На ошибке. Но вот, какой ошибки мы не видим. Вообще никакой. Опять же, стоит тут вард. Видим прекрасно. Восемь-втори-четыре осознают, что если они выйдут вперед, то умрут. Если выйдет, выйдут, выйдут на другую линию, то там, конечно же, релокейт, а там Элон Штос и то, что до свидания. Опять же, приходится как-то очень-очень аккуратненько оформить, аж по товараме, все-таки не поставляться. Ну, опять же, кто не знает, Best of Dawn у нас играется в серии в групповом этапе. То есть, два матча мы будем смотреть, и в зависимости, как закончится матч, только очков будет насчитано у нас в той или иной команде. Если же это победа со счетом 2-0, это будет три очка в группе. Если же ничья, то одну очку в одной другой команде. Если же вы проиграли со счетом 2-0, то плохие новости. Вы получите 0 очков. SF по Shadda Blade Doom входит, кастует Requiem, есть хороший Requiem, ну и без проблем забирают у нас в соло SF своего оппонента. На центре должно что-то интересное происходить, уже готовятся ребята впрыгивать, Тинни занимает хорошую позицию. Ну и, в принципе, дать ему Vision, ну и это будет минус 1, наверное. Да, прыгает у нас на Герокоптера, на Ленд Штоса, вот он куда, на Герокоптера. Да, есть, есть, попытка все же как-то хорошо подраться от поляков, но что-то тут не помещается. Пользуя нового было у Двеномальтера. В итоге надо аккуратненько поддействовать. Да, Тускар у нас убили. SF-чик. Фотовар заходит. Вперед что-то не решается идти. Опять же умирать не хочет. Так, ну Тинни аккуратненько ходил, ходил, ну и все же находит. У нас SF, SF погибает. Ну и Тинни, неужели умрет? Да, погибает Тинни, не успел. Хилингвард поставит у нас Джаггер. Не успел все же еще затизераться у нас Ю. Ну и как-то потеряли, потеряли своего центрального товарища у нас команда Хэйнайт. Ну что же, колдан заходит у нас по Т2, по крипам, по крипам, да. Больше ничего не скажешь. Ну и хорошую круговую оборону устроил у нас Веномальтер. Видим. Просто не выпускает как раз у нас игроков в команде Рейнгент. Своей базы. Ну а Хэйнайтед перетягивается у нас на бот. Именно тут они будут забирать у нас Т2, который уже немножко коцанный. Ну тут еще Телега подходит. Вообще все шикарно для команды. Дайр. Да, без проблем, но забирают. Да, хотя, понятное дело, у нас игроки команды 8-34 не будут. 8-34. 8-34. Не остаются пока что на линии. Неужели продолжат дальше на Хэгэ заходить? Ну, думают насчет этого у нас Хэйнайтед. Очень хорошо думают. И не, не добрался до Герокуптера. Решил все же не... Не идти дальше до конца оставаться. Ну что же, да. ХГ нарезают. ХГ неплохо нарезают. Джаггернаута отрезали у нас шардами. Джаггерс он не слэшем. Пока что не видит особо куда ему впрыгать. На кого? Ну, опять же, теряет свое здоровье. В итоге с Блейдфьюри уходит назад. Так бы мог, конечно же, подставиться. Ну и что же, влетает настиния. Отлично же влетает. Ну, получает очень много демджа. Он не слэш, пошел по крипам, там все. Здесь демдж-то заходит. А в итоге все же одного Герокуптера у нас убили. Погибает также у нас Джаггер. Кратоса назад, говорит Тинния. В итоге у нас ССФчик тоже в таверну отправляется. Ну и был сделан байбэк от Тускара, который также погиб в этой драке, в этой суматохе. Как же стенку отходит у нас Дарксировскую. Игроки команды ХГ. Прям аккуратность, вся аккуратность. Ну и 20-ая минута. Минус у нас Т3 на ботами. Ребята пытаются все же еще убить бараки. Но вот поляки ничего не могут сделать с этим. Ничего. Аганим взял врагов на стене. В итоге поплатился за это. И анданга попытка цепануть. Есть там бау анданга. Анданга, кстати, на Стамбу. Есть колдаун Герокуптера. Попыточка все же дорезать еще кого-то. Ну, Кейзер идет вперед. Кто-то взял ракетку у нас Лавина Амансера. Но дальше не пойдут у нас все же гнаться. Команда Радиент со своими врагами все же пока. Сделаны. Три фрага устраивают их. Ну, 21-ая минута. Что видим по графикам, я даже не знаю. Ну, 2000 по эксприенцию. По Нетворсу видим более 5000. Где-то около шестерочки все находится. Как-то именно так. Герокуптера. Нихес очень сильно прогоняет. Уж очень-очень сильно. В итоге решают дойти назад. Что там вообще по артефактам появилось у нас? Жагер у нас. Энжин Яша еще давным-давно была. 1400 в руках. Виномайнсер. Юлу себе прикупил. Тинни. Маганим видели. Забрал. Лич. Левел 11. Второй. Чейн Фрост. Сэвчик. Собрал себе. Боже мой. Сильверейдж. Правляется на фонтан. Будет сейчас помогать своим товарищам как-то сражаться. Закинули назад опять же герокуптера. Герокуптера убили. Стяжка под стенку. Но вот тут, конечно, какой-то вообще безумие. Безумие, безумие творится. Джагер просто никого не видит. Ну и сейчас где-то Сальчика начинает по нему нарезать. Минус от Тоса. Вот Тинни. Ну, good game. Пропис. У нас поляки понимают, что тут уже без шансов как-то сражаться. Ого. Очень, очень, очень быстро. Все у нас произошло. 22 минуты проигрывают у нас поляки. Хэйнайтед просто чудовищно начали. Чудовищно хорошо. Ну и чудовищно и закончили. Очень, очень хорошо. Вот такая вот первая игра.